друзья всем привет это видео блог 2 хаски тут мы с уточками решили вам заснять видео хочется вам рассказать свои видения свои идеи и послушать ваши комментарии на этот счет в общем сегодня я вам покажу видео новой рыбалки эта рубрика называется рыбалка с подписчиками в этой рубрике я буду стараться выезжать с вами вы будете делиться своим опытом будем брать какие-то мини интервью я конечно не юрий дуть но я просто пока юрий что-то будем снимать какие-то интересные методы ловли у нас вот сейчас был один выезд этот выезд я вам сейчас покажу этот выезд немножечко получился как обычно говорят первый блин комом так как приехали на водоем и буквально сразу уехали потому что мне нужно было срочно уехать домой по делам но в любом случае огромное спасибо павлу владимиру геннадию за встречу за лавсановые кивки за подарки вот в общем приятно пообщались и это видео вы сейчас увидите ах холодно как слушай пачки то обжигая да ну так очень приятно чем привет причем сейчас хорошо так окунёк скорее все первый как всегда все ерш просто бам ну вот вот это ну чего с почином с почином да густерка на мелкой так друзья мои уже готова моя прикормка мотыль крупный я сейчас делаю ужасную гадость я возьму крупную крупного мотыля и разомну его сделаю из него морковный сок это отвратительно ребят я сейчас сделаю из него свежевыжатый фреш зачем я это делаю у меня есть также кормовой мотыль его мы не будем так выжимать мне нужно чтобы была вот эта кровушка мотылинная у меня экстракт мотыля закончился я думаю это никак не испортит а только даст тот самый сок который нам нужен ну и кормовой мотыль уже разбитый я вот так вот мешаю его ну вот что то такое получается ну все сейчас будем кормить я как эскимос я все замерзло минус 25 сейчас на улице берегите друзья колени так сейчас за корм будем производить по следующей методе течение нет вроде как сказали уже коллеги с которыми мы приехали плавить не буду использовать среднюю кормушку пластиковую отгрузил ее специально таким грузиком чтобы она быстрее падала кормушку такая маленькая я подумал по 2 кормушку я буду делать одну где-то на дне а другую где-то в полметра ну вот она упала прям вот так то есть вот на дно даже еще наверно метр сделано все нормально мы сегодня на озерне на улице как вы видите по мне лето лето весна на улице весна за рыбалку обещанный обзор моего ящика ну что могу сказать все еще просто дополнительный отсек для мотыля куча разных удочек так тут такая удочка с одним чертиком красным мы убираем пока так вот удочка с остальным кивком и два чертика это вот моя любимая оснастка здесь экспериментальная удочка тоже с остальным страшком коза и гвозди шарик такой кошачий глаз попробуем сегодня тоже на нее половить мормышечка под плотвичку две поплавочные под плотву с леской 0,83 поплавочка под подлещика на глубине с леской 0,128 так вот это поплавочка тоже под плотву где-то на метр шести семи ловить отцеплять если глубоко заглотит рыба крючок вот это я сделал удочку на стоячку поставил такой вот золотистую мормышку и очень мягкий кивочек это вот под плотвичку на глубине до трех метров и тоже гвозди кубик такой тоже там глубина метров до восьми ну здесь дипы вот есть такая штучка очень нужная это делать дырки как он называется макс ты говорил очень удобно делать дырочки которые заклеены в мормышках так но здесь у меня все по мелочи тут грузила леска дополнительная тут у меня по моим пучка вяз и всевозможные стойки для удочек ну и здесь у меня крючки такой у меня набор любительский можно сказать здесь здесь еще здесь у нас термос тут у меня сумка с пауэрбанками с флешками зарядками штативами окунёк их сошел я кину просто сейчас поедем наверное метом желаза болела ваш мотыль не нужен на пересыпь пересыплю меня он такой и приборку могу это отсыпать есть пол километная чё значит хотела спросить давайте ложку куплю лучше ложку черпак я сломал черпак ой да мы уже забрать его что он дешевый тебе да я куплю себе другой успокойся держи да нет да всего нам не надо мы все уехали к сожалению визе да нет фиг узнаю следующую субботу но мы не знаем расночевка может поедем да вот это хорошо что свежак длинная прям спина наверное не устает ну длинная хлысть ну да кстати приятная ты сможешь задать любую игру не проблемно да ладно да ладно не одной да ладно точно одна такая легкая поклёвка сейчас посадимся здесь здесь поклёвки есть вот даже удочки дают в аренду 100 рублей проводка может клюнет спасибо так сейчас на удобная приятная удочка легенькая во первых не пласт ну да удобно кивок такой прикольный а кивки и сами делать или попасть как купнули 8 10 в длину и 0 5 обмен о нормально сделаю воду бартер бартер за ложку спасибо вот прям такой он 5 до а мормышка достану гвозди кубик такой 05 ну чертик он конкретно потянет и ну вот сейчас материал новые появились этот поликарбон на строительных рынках продается из них можно шестики делать на шестики а он просто мягче или почему покупной не подходит 6 они короткие или что ну да прикольно прикольно а и вот такие для получается ну да я понял вот просто хитрость чем чем глубже тем длиннее стражу чтобы она нам плитуда а здесь сколько глубина 9 9 чем так и думаю неплохо спасибо вот главное дело что я беру вот только эту часть все остальное ну то что стражок сколько он здесь 200 с чем-то это вообще я вот когда вот на черта лавили на глубину вполне достаточно вот у нас на течении мормышка крупным ну да грамм наверное сколько плавно работает а я привык стальными но тоже там не люблю ну да да помягче вот этот все нам зато я вот смотрел у тебя там видео очень жесткие стражки да да малейший вот подъемчик ты уже не видишь на каун там обувь задерет а он да какие-то сейчас капризные то есть надо что прям мягче был должен выкладывать вот просто короткое тебе приходится трясти сильнее а тут когда длинный ты вот задаешь амплитуду у тебя когда восьмерка пошла подлещик может бегать то есть он ему жрать надо естественно а вот леща когда ложь там плавно на раз там тын тын по одну раз-тряга восстановил смысл надавил ну да бывает что там метр от астана полметра гвозди шарики гвозди кубики вот эти вот а ну вот да у нас да тоже есть это вот хорошая штука кстати вяжется вот на свободной петельке а а почему так особо у тебя свободнее работает он больше играет да а вот он еще те же самого сушку но сушкам до свободной петелька это надо кстати прикольная фишка когда вот только первые появились латунные шарики точеной были такие не тускнели на москварике очень неплохо отрываясь на них первый лед вот ближе к весне уже знаешь такие зеленые цвета ну да темно-зеленые темно-зеленые там грюза чё макс едем давай а то меня съедят дома да мне тоже было приятно пообщаться да да конечно все вот тут не хвостань чешуй в общем этот суточками еще вам расскажем две фишечки сейчас тут красиво ребят тут можно походить погулять тут кстати система прудов раньше был карась точнее он даже сейчас есть его сейчас заново запустили но сегодня не об этом здесь мы может быть половым летом в общем какая у меня идея еще есть есть у меня знакомый его зовут дмитрий это человек который у которого есть рыболовный магазин с которым мы сейчас активно общаемся активно дружим и человек влюблен в рыбалку по уши человек профессионально подходит ко всем вещам он следит за новинками очень много знает он много и где-то что-то смотрит изучает огромное количество рыбаков к нему приходит общается с ним и у него есть какое-то мнение не субъективное более объективное мнение я думаю мы сделаем такую рубрику это будут обзоры каких-то рыболовных снастей это будут обзоры каких-то обзоры приманок обзоры монтажей как-то называться может обзоры от димона мы посмотрим попробуем сделать я хочу услышать ваше мнение по поводу этого и еще одна рубрика которую я наверное хочу тоже затронуть на нашем канале это обзор рыболовных баз и обзоры платных рыбалок за два года которые я ловлю активно я был в принципе на немалом количестве рыболовных баз если бы я начал снимать изначально то я думаю вышел бы неплохой материал и это было бы интересно но к сожалению это не снимал вот хочется поснимать и платные рыбалки поискать какие-то неизвестные платные рыбалки бюджетные платные рыбалки то есть будем смотреть будем пробовать будем снимать я думаю сезон летний будет очень интересный очень плодотворный но вообще оставляйте ваше мнение ваши идеи по поводу летних рыбалок по поводу вообще канала я обязательно прочту каждый Пишите вконтакте Здесь значок есть Свои предложения Подписывайтесь, поставьте лайк И не хвостом, не чешуи Пока